Здравствуйте! В этом видео мы применим все свои знания касательно дифференцирования, выпуклости и вогнутости, точек максимума и минимума и перегиба. Мы это сделаем для того, чтобы построить график функции без помощи графического калькулятора. Предположим, нам дана функция f равна 3 умножить на х в четвертой степени минус 4 умножить на х в кубе и плюс 2. Конечно же, мы всегда можем нарисовать график. Мы можем на координатной плоскости отметить ряд точек и провести через них кривую. Но в данном случае мы сосредоточимся на, так сказать, интересных точках. С их помощью мы сможем изобразить форму кривой. Также мы воспользуемся определенными теоремами и производной для более конкретного построения графика. Первое, что нам нужно сделать, так это найти критические точки. Мы должны выяснить, какие точки будут критическими. Давайте я напомню, что такое критические точки. Критические точки – это точки, в которых производная функции f равна 0. Значит, в критических точках производная равна 0 или не существует. Наша же функция дифференцируема в любой точке, поэтому критическими в данном случае будут точки, в которых производная равна 0. Производная функции f существует для всех допустимых значений х. Итак, давайте запишем производную этой функции. Производная равна… здесь все довольно просто. Производная выражения 3 умножить на х в четвертой степени равна… 4 умножить на 3 – это 12, значит 12х, а от показателя степени мы вычитаем единицу. Мы просто-напросто умножили на число в степени, а затем степень умножили на 1. Далее идет… 3 умножить на 4 – это 12, от показателя степени вычитаем единицу, значит минус 12х в квадрате. А производная константы равна 0. Как бы ни изменялось значение х, число 2, как было числом 2, так и останется. Теперь давайте выясним, какие точки у нас критические. Критическими будут точки, в которых это выражение равно 0, или не определено. Посмотрев на запись производной, можно сказать точно, что областью определения данной функции будут все допустимые значения х. Другими словами, я могу взять любое число, подставить его в выражение и получить значение производной в этой точке. Давайте теперь приравняем это выражение к 0 и вычислим значение х. Итак, f' равно 0. Давайте я запишу по-другому. 12х в кубе минус 12х в квадрате равно 0. Что мы можем здесь сделать? Мы можем 12х в квадрате вынести за скобки. В результате мы получим 12х в квадрате умножить… мы делим это и это слагаемые на 12х в квадрате. В скобках останется х минус… а 12х в квадрате разделить на 12х в квадрате равно 1. И все это равно 0. Я всего-навсего по-другому записала это выражение. Если вы умножите 12х в квадрате на слагаемые в скобках, то получите первоначальный вариант записи производной. А зачем я записала это выражение вот так? Нам нужно найти х. Мы должны выяснить, при каком значении х производная равна 0. Для этого мы записали наше выражение в виде произведения. Теперь у нас этот множитель умножается на этот. И для того, чтобы это выражение было равно 0, один из множителей, или оба множителя, должны быть равны 0. Значит, 12х в квадрате равно 0. Следовательно, х равен 0. Если этот множитель будет равен 0, тогда и все это выражение будет равно 0. Рассмотрим второй множитель. х-1 равно 0. Когда х-1 равно 0? Когда х равен 1. Таким образом, вот наши две критические точки. х равен 0 и х равен 1. Еще раз напомню, это у нас точки, в которых первая производная равна 0, в которых угловой коэффициент равен 0. Эти точки могут быть точками максимума, минимума или перегиба. Поскольку наша функция непрерывная, поэтому данные точки могут быть всем чем угодно. На этом этапе решения мы можем сказать только одно. Эти две точки являются интересными. С их помощью можно сделать кое-какие выводы. Давайте продолжим и выясним что-то о выпуклости. Так мы узнаем больше о графике функции. Давайте вычислим вторую производную. Итак, вторая производная равна… 3 умножить на 12, это 36… 36х в квадрате и минус 24х. Теперь, когда мы знаем, чему равна вторая производная, мы можем выяснить, каков график функций – вогнутой или выпуклой в этих двух точках. Для этого нам нужно вычислить значение производной в каждой из этих точек. Напоминаю, что вогнутая кривая – это кривая в форме английской буквы «у», а выпуклая кривая – это кривая, которая похожа на перевернутую английскую букву «у». Чему же равна вторая производная в точке х равен 0? Итак, вторая производная равна… 36 умножить на 0 в квадрате минус 24 умножить на 0. Значит, вторая производная равна 0. Поскольку вторая производная в этой точке равна 0, тогда в этой точке график функций ни вогнутой, ни выпуклой. Пока мы не знаем, переходит ли в этой точке кривая из одного вида в другой. Если это так, то данная точка будет точкой перегиба. Мы пока еще этого точно сказать не можем. Теперь давайте посмотрим, чему будет равна вторая производная в точке х равен 1. Вторая производная равна… 36 умножить на 1 – это 36, значит, 36. Далее у нас идет минус 24 умножить на 1. 24 умножить на 1 – это 24, значит, минус 24. А 36 минус 24 – это 12. В результате получилось положительное число. А это значит, что вторая производная в этой точке положительная. Это значит, что первая производная, угловой коэффициент, возрастает. Таким образом, вот в этой точке кривая вогнутая. Это говорит нам о том, что точка х равен 1 будет точкой минимума. В этой точке угловой коэффициент равен 0. Но график функции в этой точке вогнутый. Вот это и интересно. Теперь давайте посмотрим, есть ли какие-то другие потенциальные точки перегиба. Мы уже знаем одну потенциальную точку перегиба. Вот она. Давайте я ее выделю. Мы пока не знаем, меняет ли кривая свой вид при переходе через эту точку. Нам еще нужно будет это выяснить. А есть ли какие-то другие точки перегиба? Давайте посмотрим, в каких точках вторая производная равна 0. Итак, 36х в квадрате минус 24х равно 0. Мы можем вынести за скобки 12х. Значит, 12х умножить на 3х, далее идет минус 2, и все это равно 0. Эти два выражения равнозначны. Если мы умножим 12х на слагаемое в скобках, то получим первоначальную запись второй производной. Поскольку левая часть полностью должна быть равна 0, тогда либо 12х равно 0, либо 3х-2 равно 0. Если 12х равно 0, тогда х равен 0. Значит, если х равен 0, тогда это все выражение также будет равно 0. Другими словами, если х равен 0, то вторая производная в этой точке будет равна 0. Эта точка у нас уже есть. Мы ее определили как потенциальную точку перегиба, еще когда рассматривали первую производную. Также, если вот этот множитель будет равен 0, тогда и все выражение будет равно 0. Итак, 3х-2 равно 0, 3х равно 2. Мы всего-навсего прибавили 2 к обеим частям равенства. Тогда х будет равен 2 третьим. Вот мы и нашли третью интересную точку. Возможно, эта точка и будет точкой перегиба. Я сказала «возможно», так как в этой точке вторая производная равна 0. Нам теперь осталось выяснить, будет вторая производная положительной или отрицательной с обеих сторон этой точки. Чтобы это сделать, давайте возьмем значение больше 2 третьих и меньше 2 третьих, и посмотрим, какое будет вторая производная в этих точках – положительной или отрицательной. Если х будет больше 2 третьих, то чему тогда будет равна вторая производная? Мы рассматриваем вторую производную, которая равна… Давайте, чтобы легче было считать, я запишу ее так. 12х умножить на 3х-2. Если х больше 2 третьих, тогда этот множитель будет положительным, так как любое положительное число умножить на 12 будет положительным числом. А что насчет вот этого множителя в скобках? Если х равен 2 третьим, тогда 3 умножить на 2 третьих и минус 2 будет равно 0. 2 минус 2 будет 0. Следовательно, если мы возьмем любое число больше 2 третьих, здесь мы получим положительное число. Вот этот множитель будет также иметь положительное значение. А значит, если х больше 2 третьих, тогда вторая производная будет положительной. Она будет больше 0. Таким образом, при х больше 2 третьих график функции вогнутый. И мы это видели, когда рассматривали значение второй производной в точке х равен 1. А если х меньше 2 третьих? Если х меньше 2 третьих… я перепишу вторую производную. Она равна 12х умножить на 3х-2. Если мы возьмем число намного меньшее, чем 2 третьих, то это будет отрицательное число. Но если мы возьмем число лишь чуть меньше 2 третьих, то здесь будет опять же положительное число. Например, если х будет равен 1 третьей, тогда этот множитель будет иметь положительное значение. Если 12 умножить на положительное число, то в итоге получится положительное число. А что будет вот здесь? Если х равен 2 третьим, тогда выражение в скобках равно 0. А значит, если мы возьмем число меньше 2 третьих, то здесь у нас получится отрицательное число. Например, если х равен 1 третьим, тогда 1 третью умножить на 3 – это 1, а 1-2 – это минус 1. Если х меньше 2 третьих, тогда этот множитель будет иметь отрицательное значение. Таким образом, если х меньше 2 третьих, тогда вторая производная будет иметь отрицательное значение. Мы с вами выяснили, что если х меньше 2 третьих, то вторая производная – отрицательное. А если х больше 2 третьих, то вторая производная – положительное. А значит, точка х равен 2 третьим будет точкой перегиба. Точка, в которой х равен 2 третьим, будет точкой перегиба для первоначальной функции. Если у нас есть точки перегиба минимума и максимума, то можно уже нарисовать график функций. Выясним, является ли точка х равен 0 точкой перегиба. Мы знаем, что вторая производная равна 0. Давайте посмотрим, что происходит со второй производной в окрестностях точки х равен 0. Я все это отделю, чтобы мы не запутались. Если х больше 0, то что происходит со второй производной? Мы помним, что вторая производная равна 12х умножить на . Мне такая запись производной нравится больше, поскольку здесь производная разложена на два линейных выражения. Благодаря этой записи можно легко определить, отрицательное или положительное каждое из выражений. Если х больше 0, тогда этот множитель точно будет положительным. Теперь разберемся со вторым множителем. Если мы возьмем значение х очень близко к 0, то каким будет этот множитель, положительным или отрицательным? И это будет касаться не всех значений, которые больше 0. Сейчас мы рассматриваем значение х, находящееся очень близко к 0. Допустим, мы возьмем число 0,1. Тогда 3 умножить на 0,1 – это 0,3. А 0,3-2 будет равно отрицательному числу. А значит, если х больше 0, и значения этого х располагаются довольно близко к 0, здесь у нас будет отрицательное число. Таким образом, если х больше 0, то вторая производная меньше 0. А значит, кривая в этом месте будет выпуклая. В принципе, так оно и должно быть. У нас где-то должна быть еще точка перегиба. Когда в тот раз кривая была выпуклой, то точкой перегиба была точка, в которой х равен 2,3. А это значит, что график нашей функции последовательный. На промежутке от 0 до 2,3 кривая выпуклая. В точке х равен 2,3 кривая уже становится вогнутой. Теперь давайте посмотрим, какой будет производная, если х будет лишь чуточку меньше 0. Снова мы переписываем вторую производную. Она равна 12х умножить на 3х-2. Итак, если х будет равен, предположим, минус 0,1, то этот множитель будет иметь отрицательное значение. Если какое-то отрицательное число умножается на 12, то в результате мы получаем отрицательное число. А каким будет этот множитель? Если мы 3 умножим на минус 0,1, то мы получим минус 0,3. А минус 0,3 минус 2 – это минус 2,3. В итоге будет отрицательное число. Значение вот этого выражения будет отрицательным. А затем мы вычитаем еще 2. Значит, значение всего выражения также будет отрицательным. Но если мы отрицательное число умножим на отрицательное число, то получим положительное. А значит, если х будет чуть меньше 0, то вторая производная будет иметь положительное значение. Несколько запутаны, но сейчас все станет на свои места. Сейчас мы окончательно во всем разберемся. Если х равен 1, то угловой коэффициент в этой точке будет равен 0. И мы это знаем. Мы выяснили, что первая производная равна 0. Мы также определили, что это критическая точка, и мы имеем дело с вогнутой кривой в этой точке. А это говорит о том, что данная точка – точка минимума. Теперь давайте найдем значение функции в этой точке, поскольку нам нужна координата, чтобы отметить точку на плоскости и нарисовать график. Ведь наше задание заключается именно в этом. Чему равна f1? Итак, f равна… Возвращаемся к исходной, самой первой функции. 1 в четвертой степени равна 1. 3 умножить на 1 – это 3. 3-4 и плюс 2 равно 1. Тогда f равно 1. Теперь переходим к точке х равен 0. Мы выяснили, что в этой точке угловой коэффициент также равен 0. Но мы узнали, что это точка перегиба. В этой точке кривая из одного вида переходит в другой, то есть выпуклость меняется. Значит, это у нас точка перегиба. Когда х меньше 0, то кривая вогнутая, поскольку вторая производная положительная. А когда х больше 0, кривая выпуклая. Это касается значений, расположенных очень близко к 0, не на всей области определения. А теперь давайте вычислим, чему равно значение функции в этой точке. Итак, f равно… это легко и просто. 3 умножить на 0 минус 4 умножить на 0 плюс 2 равно 2. Значит, f равно 2. И, наконец, нам осталось разобраться с точкой х равен 2 3. Мы выяснили, что эта точка – точка перегиба. Угловой коэффициент определенно не равен 0, поскольку данная точка не является критической. И нам также известно, что когда х меньше 2 3, то кривая выпуклая, а когда х больше 2 3, то кривая вогнутая, вторая производная положительная. Теперь нам нужно вычислить, чему равно значение функции в этой точке. Будет немножко сложно, но ничего, мы справимся. Давайте сделаем черновой вариант графика заданной функции. Давайте посмотрим. Вот оси абсцесс и ординаты. Для начала отметим точку с координатами . Здесь у нас х будет равен 0, а f равна 2. Вот точка с координатами . Затем идет точка с координатами . Здесь х равен 1, а здесь f равна 1. Это точка с координатами . А это была точка . Далее у нас точка х равен 2 3. Мы точно не знаем, где будет находиться эта точка. Мы знаем только, чему равен х в данной точке. Предположим, она будет где-то здесь. Значит, это будет точка с координатами 2 3 и f . Похоже на то, что f будет равно 1 целой или сколько-то там десятых. Это точка с координатами 2 3 и f . Если хотите, то можете точно вычислить значение функции в данной точке. Для этого вам всего-навсего достаточно вместо х функцию подставить значение 2 3. Теперь мы готовы построить график нашей функции. Нам известно, что в точке х равен 1, угловой коэффициент равен 0. Мы знаем, что угловой коэффициент равен 0, и плюс, значит, кривая выравнивается в этой точке. Также нам известно, что графиком функции будет вогнутая кривая. А значит, мы имеем дело вот с такой кривой. Мы знаем, что кривая вогнутая на интервале от 2 3 до плюс бесконечности. Вот почему я здесь рисую что-то вроде английской буквы У. Также нам известно, что если х меньше 2 3 и х больше 0, то кривая на этом интервале выпуклая. А значит, график будет выглядеть вот так. На этом интервале график будет выпуклым. На этом промежутке угловой коэффициент уменьшается. И вы можете увидеть это, если проведете касательное. Здесь угловой коэффициент выравнивается, затем он становится отрицательным. И так далее до точки перегиба. А затем угловой коэффициент начинает снова увеличиваться, поскольку далее у нас идет вогнутая дуга кривой. Осталось определиться с последним интервалом. Мы выяснили, что когда х меньше 0, то кривая вогнутая. А значит, эта часть графика будет выглядеть вот так. Нам также известно, что точка х равен 0 является критической, поскольку угловой коэффициент в ней равен 0. В этой точке график выравнивается. Таким образом, это будет точка перегиба, в которой угловой коэффициент равен 0. Именно так и будет выглядеть наш окончательный график заданной функции. Используя знание о точках перегиба, о выпуклости, о переходе кривой от выпуклой в вогнутую и наоборот, мы построили довольно странный, но симпатичный график. Как раз такую кривую вы получите, если воспользуетесь графическим калькулятором. На этом все. До скорых встреч!